И как это понимать? Повторяю вопрос. Как я должна это все понимать? Ирина Анатольевна, вы это кому-то конкретно уговорите? Или это вопрос из области мироздания? Ты умничать еще будешь тут? Твое обучение в этой школе и так сейчас под вопросом. А вопрос конкретно девочкам был адресован. Вот и на нашей улице праздник. Какой праздник? Это типа метафора или гипербола. В общем, неважно. Суть в том, что нас не трогают. Я жду объяснений. Маша, от тебя в первую очередь. И что я должна вам объяснить? Ты решила, что твоя ситуация лучше, чем у Сони? Ошибаешься. Что это значит? Да то, что ты тоже на волоске от вылета из школы. Собственно, как и Ксюша. Я зато принесу, обещаю. Я не знаю, что это ваши конфеты. Какие конфеты? Честно, я все принесу. А? Никакие не конфеты. Это я просто к слову. Значит, признаваться не хотим. Но, девочки, я от вас такого не ожидала. Слушайте, мы бы и признались, наверное, но не в чем. Ах так? Ну, хорошо. Что это было? Она вообще, что ли, с головой поссорилась? И не говори на людей бросаться с обвинениями. Девочки, вы поняли вообще причину или нет? Маша, на нас просто банально наехали. Может быть. А может и нет. Может, мы что-то натворили и просто забыли об этом. Например? Я не знаю. Вот, полюбуйтесь. Строите себя святую простоту. Подготовьте мне их документы, Ирина Анатольевна, и вызовите родителей. Хорошо, Ирина Юрьевна. Сделаю. Да, девочки, очень жаль, что все так получилось. Вы нарушили не просто правила, вы нарушили фактически закон. Да что вообще здесь происходит? А я смотрю, вам мало с сегодняшней выходки, да? Вы еще вздумали повышать голос на учителя. Какой выходки? Вы о чем? Ой, вот только не надо невинно хлопать ресничками. Поздно. За свои поступки придется отвечать. За какие поступки мы ничего плохого не сделали? Да? То есть для вас кидаться в прохожих яйцами? Это нормально? Что? Что слышали? Это ни в какие ворота не лезет. Какая глупость, какая пакость. Фу! Ирина Анатольевна, это вранье, это полный бред. Источники Елены Юрьевны говорят обратное. В общем, отчисления вам не избежать. Ирина Анатольевна, удалось вам добиться от них признания? Елена Юрьевна, я вам прямо скажу. Я сомневаюсь, что девочки могли так глупо поступить. Ну, если честно, я тоже нахожусь в легком замешательстве. Они у нас такие хорошие, воспитанные. Вот-вот. А откуда у вас вообще появилась такая информация? Мне это утром Кирилл с Тимофеем сообщили. Что? Нет, ну Елена Юрьевна, нашли кому верить. Думаете, они специально про девочек такое сочинили? Ой, не знаю. Но лучше, конечно же, проверить. Да-да, вы правы. Господи, так подпортить репутацию нашей школы. Надеюсь, отмоемся. Мальчики, а вы почему все время сидите и ни звука не издаете? А что говорить, это же нас не касается. Обычно вам невозможно заткнуть рот. И все равно, касается это вас или нет. Что же сегодня не так? Чего вы к нам пристали? Мы нормально пришли, подготовились к уроку. Вот именно. Чуть что, так сразу мальчики. Вы лучше о себе думайте. Мне показалось, или я услышала нотки зависти. К чему завидовать? К тому, что мы лучше учимся. Это как минимум. И что оценки сейчас ничего не решают. А почему же вы тогда пришли в школу со сделанными уроками? Причем какое совпадение? Нас ругают, а вы подготовились. Или это не совпадение? Потом поговорим. У нас с Тимофеем есть дела. Пойдем. Как-то это все подозрительно. Согласна, есть такое. Но лично у меня голова сейчас забита немного другим. А именно, что мы родителям скажем. Это да. Директор сказала вызвать родителей и предупредить. Ну, я и вызвала. Я отказываюсь в это верить. Девочки вообще подобными мерзостями не занимаются. Слушай, а мы не пригнули палку? Что ты имеешь в виду? Ну, как бы Машу, Ксюшу и Соню реально могут отчислить со школы. За то, чего они не делали. Ну и отлично. Тебе-то что? Вообще-то я всего-навсего хотел их припугнуть. Да ты подумай. Если их выгонят, то наш класс распустят. Ничего подобного. Нас просто переведут в другой класс. Короче, нужно что-то решать. Ну, хочешь, решай. Я в этом не собираюсь участвовать. Мам, вот это уже совсем плохо. Сообщенько он, конечно, на трубочку. Я постараюсь разобраться. Угу. Маша, говорю сразу, я в это не верю. Девочки, но если это правда, пеняйте на себя. Мам, перестань. Мы ни в чем не виноваты. Угу. Даже не сомневайтесь. Если бы я что-то подобное сделала, меня бы мои родители... Я даже не знаю, что они мне сделали. Да уж. Тяжелый случай. Нам нужно как-то доказать, что вы не имеете отношения к тому беспределу. Мы обеим мир комиссар. Вот только как? Я пока не знаю. Кирилл, а что ты думаешь по этому поводу? А? А я думаю, что все правильно. Что правильно? Ты что, не слушал? Это вообще-то твои подруги. Я понимаю, но я-то что могу? Ну вдруг ты слышал? Или что-то знаешь? Может, это кто-то специально придумал? Да, Боже, кто же мог это придумать? Это должен быть кто-то умный. А вот и нет. По словам Ирины Анатольевны, этот инцидент с нападением на прохожих произошел якобы сегодня утром. Но вот проблема. Я лично с Машей в школу пришла. Точно. Блин, не прокатило. Я посмотрела запись с видеокамер наблюдения. Там ничего нет. Кирилл, Тимофей, вы уверены, что видели именно наших девочек? Да нет. Наверное, это кто-то другой был. Темно же было. Где темно было? Вы же сказали, что это утром случилось. Подождите. Это что? Вы про нас слухи распустили? Быстро признавайтесь. Девочки, миленькие, простите нас. Да, простите, это шутка была. Мы не думали, что все так вернется. Ничего себе у вас шутки. Ирина Анатольевна, родителей действительно нужно вызвать. Но родителей не девочек, а мальчиков. Да-да, Лилия Валерьевна, сейчас я этим и займусь. Анатольевна, добрый день. Анатольевна, добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова